Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. 10 километров комфорта. Под Сызрани открыли движение по обновленному участку трассы М5. Не топят, звони. В Самаре заработала горячая линия по отоплению. Не платишь городские налоги? Тогда они идут к вам. Самарские власти подписали соглашение с судебными приставами. Еще один участок трассы М5 привели в порядок. Евроремонт дорожного полотна проведен недалеко от Сызрани. По этой трассе за сутки проходит в среднем 32 тысячи автомобилей. В церемонии открытия свежеотремонтированного отрезка магистрали принял участие министр транспорта России Максим Соколов. Он озвучил итоги дорожного сезона. Масштабы впечатляют. С 2015 по 2016 год в стране сделали километраж равный радиусу земли. Олег Зверев подробнее. Несмотря на интенсивность работ при капитальном ремонте, участок прикрывали только один раз, всего на несколько секунд, чтобы официально перерезать красную ленту. Этот отрезок дороги длиной в 10 километров был одним из самых опасных. И вот на десятилетия вперед качество гарантирует самый строгий лабораторный контроль. На этом образце можно определить содержание щебня в асфальто-бетонной смеси, битума в асфальто-бетонной смеси, коэффициент уплотнения. Отбирались вырубки, испытывались в лаборатории на современном обороте. Теперь автомобили здесь смогут разгоняться до 120 километров в час. Трасса М5 Урал – это основная транспортная артерия России. Она связывает центральные районы с Сибирью и дальше на Дальний Восток. Общая протяженность почти 2000 километров. Из них 333 километра проходят по территории Самарского региона. Трасса строилась более 60 лет назад, поэтому время от времени некоторые ее участки обновляются, превращаясь в вот такие современные магистрали европейского типа. Этот участок отремонтировали всего за год, но это лишь мизерная часть дорожных работ, которые в 2015-2016 году выполнены в Самарской области и в России в целом. Более 6500 километров – протяженность, равная расстоянию до центра земли. Как уверяет Минтранс, все эти дороги теперь ничуть не уступают европейским и по качеству, и по комфорту. Мы внимательно изучили основные параметры комплексной программы, которая будет представлена до 1 декабря в Министерство транспорта для защиты. Потом эта программа будет утверждаться уже правительственной комиссией по транспорту. И по ее итогам уже буквально в первые весенние месяцы следующего года, как только позволит погода, температуры будут положительными, начнутся масштабные работы по приведению в нормативное состояние, обеспечению безопасности на дорогах самарской агломерации. Сегодня перед дорожным хозяйством региона стоит стратегическая задача – привести транспортную систему в порядок к чемпионату мира по футболу. Но уже после Мундиали начнется реализация самых амбициозных проектов, в частности, строительство магистрали центральной в Самаре. Олег Зверев, Константин Головин, События. Горячая линия согреет, если от батареи веет холодом. В Самаре заработали телефоны, по которым принимают жалобы на отсутствие отопления в домах. Квартир, в которые тепло еще не пришло, в Самаре осталось немного, и в основном речь идет о форс-мажоре. Куда звонить, чтобы быстро помогли, расскажет Марина Кравцова. Батарей не греет, стоит звонить. В Самаре открылась горячая линия по вопросам подключения к отоплению. В департаменте городского хозяйства и экологии работают телефоны. 266 56 22 в будние дни с 8.30 до 17.30 и 266 54 54 круглосуточно. Кроме того, жалобы жителей принимают отделы ЖКХ и оперативные дежурные во всех районах города. Обращения, поступившие на горячую линию, будут находиться на контроле специалистов до полного решения проблемы. Практически все дома уже подключены к теплу. Остались лишь редкие случаи, связанные с капитальным ремонтом или авариями на теплосетях. Все порывы стараются устранить сразу же. Вопрос у нас 40 порядка повреждений на тепловых сетях. ПТС сегодня не все в работе. С сегодняшнего дня открывается горячая линия. Значит, начинаем работать по стоякам. Поэтому районам я хотел бы сказать, чтобы к этой позиции подошли очень взвешенно. В новых домах с отоплением должно быть все в порядке. Темпы ввода жилья в эксплуатацию обсудили на совещании в городской администрации. План на год – почти 950 тысяч квадратных метров. Из них 150 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Пока среди частных домов в строй ввели меньше половины плановых показателей. Помочь с оформлением индивидуального жилья должны районные власти. Им поручено активно включиться в работу. Мы готовы оказать всяческую помощь, вплоть до того и участия в этих рейдовых мероприятиях. 945 тысяч квадратных метров – это достаточно большой показатель. Если мы на сегодняшний день по многоквартирным домам где-то с коэффициентом 1,3-1,5 идем по отношению даже к предыдущему году, то по ИЖС у нас снижение. Оформить частный дом можно тремя способами. Получить разрешение на ввод в административном порядке при наличии разрешения на строительство. Оформить жилое строение по дачной амнистии или же через суд. Марина Кравцова, Константин Головин, События. Миллиард рублей задолжали неплательщики налогов в бюджет Самары. Разговаривать теперь им придется с судебными приставами. Городские власти и Самарское управление ведомства подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет в основном о долгах за аренду земли. Некоторые фирмы незаконно использовали участки без договора аренды, а кто-то просто не платил налоги вовремя. Совместная работа мэрии и приставов уже дала результаты. За 9 месяцев удалось существенно улучшить показатели возврата денег, которые организации не выплачивали в городской бюджет. Для нас это является насущной такой необходимостью, поскольку именно с этих ресурсов мы можем развивать инфраструктуру города, это и дороги, это и социальные учреждения, это и внешний вид города, обустройство, фасады. Согласованные совместные действия позволят нам наполнить бюджет дополнительными ресурсами и, в общем-то, поддержать те преобразования, поддержать материально, финансово, те преобразования, которые проводятся последние годы в городе Самары. Есть над чем работать. На сегодняшний день у нас задолженность в пользу городской администрации свыше 1 миллиарда. Поэтому, если мы также продолжим нашу работу, я думаю, что в течение следующего года мы с этим объемом исполнительных производств разберемся. В ближайшее время в Самаре рассмотрят возможность предоставления адресной помощи на оплату проезда в общественном транспорте нуждающимся студентов. Такой футок встречи главы города Олега Фурсова с членами молодежного парламента при городской думе, который теперь работает в расширенном составе. Также конструктивные предложения на встречу смогли высказать лидеры других молодежных организаций, в том числе активисты «Молодой гвардии» и «Единой России». Всегда можно найти компромисс, тем более власть у нас всегда открыта, сесть за столы переговоров и точно так же в этой ситуации. Профсоюзные организации тщательно сейчас обсуждают разные пути решения, в том числе и адресную помощь. И, конечно же, если говорить конкретно об адресной помощи, хотелось бы, конечно, расширить этот круг, кто мог бы ей воспользоваться. То есть, если мы говорим об адресной помощи не только малоимущим, у нас есть иногородние студенты, это дети из семей, из многодетных семей, ну и так далее, так далее. Перспективные меры социальной поддержки учащихся вузов – лишь начало перезагрузки системы молодежной политики в городе. На встрече речь шла и о ее стратегических направлениях. Этой теме сейчас уделяется особое внимание, и власть по-новому относится к инициативу молодежи. От студентов в течение ближайшего месяца будут ждать предложений, и какая именно помощь для них сегодня особенно актуальна. Импонирует то, что органы власти, и Думы городского округа, и в первую очередь администрация, они идут на контакт со студенчеством, очень прислушиваются к советам, очень прислушиваются к мнению студентов. И то предложение об адресной помощи, которое студентами было озвучено, оно, я думаю, что найдет поддержку в администрации города, и мы доработаем его, его сделаем таким, чтобы оно отражало интересы студентов. Я уверен, что эта проблема, которая сейчас возникла, она будет решена. Доходы бюджетников должны расти, но не за счет дополнительной нагрузки. Над этим будет работать трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. А следить за тем, чтобы в регионе соблюдались права сотрудников и работодателей, снижение травматизма на производстве, улучшение условий труда, какие еще вопросы предстоит решить, в репортаже Алины Чемерис. Сегодня в регионе трудятся около двух миллионов человек. Большинство из них работают в отраслях здравоохранения, связи, транспорта, социальной сфере. Средняя зарплата, по последним данным, превысила 28 тысяч рублей. Контролировать взаимоотношения работодателей и сотрудников в задаче трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, которая работает уже 20 лет. Одна из главных задач – следить за тем, чтобы людям вовремя платили зарплату. Работодатели, нарушающие трудовые права работников, скрывают факты задержки заработной платы, не подавая соответствующей информации в органы статистики. На это необходимо обратить особое внимание работодателей, которые должны быть честными в трудовых отношениях, не скрывать от органов контроля и статистики возникающие проблемы, а принимать меры по их устранению, чтобы их не было. Избежать проблем в трудовых отношениях и учесть интересы и сотрудников, и работодателя, уверены эксперты, поможет коллективный договор. Его руководство заключается со всеми работниками одновременно. По такому принципу сейчас живут больше половины предприятий региона. Сегодня в Самарской области заключено около трех тысяч коллективных договоров. Коллективный договор охватывает большой круг вопросов, связанных со спецификой труда, способствует юридическому закреплению дополнительных социальных льгот и гарантий для работников, а для работодателей, и что это важно, позволяет планировать издержки производства и существенно уменьшает налоговую базу для определения налога на прибыль. По словам специалистов, сегодня увеличивается зарплата работников бюджетной сферы, но растет она. Из-за дополнительной нагрузки люди работают на полторы-две ставки. Важная задача трехсторонней комиссии в этом году сделать так, чтобы доход бюджетников увеличился за счет индексации, а не рабочих часов. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Далее, коротко о других темах дня. В регионе ищут серийного душителя пенсионеров. Два убийства произошли в советском районе Самары. Погибли пожилые женщины в возрасте от 75 до 90 лет. По версии следствия, мужчина входил в квартиры пенсионеров под видом работника ЖКХ. Затем он душил их и крал деньги. Приметы подозреваемого. Худощавый мужчина с вытянутым лицом и глубоко посаженными глазами в возрасте от 25 до 35 лет и ростом 170-175 сантиметров. Под Самарой на железной дороге произошла утечка серной кислоты. Это случилось на станции Кенель в одном из товарных поездов. Интенсивность утечки была небольшая, примерно 5 капель в минуту. Опасности жизни и здоровью людей ничего не угрожало, так как до ближайших домов от места ЧП расстояние было около 750 метров. На месте ЧП работали сотрудники управления МЧС России по Самарской области и железнодорожники. Они отцепили цистерну и отправили на утилизационный путь. В Самаре к 14 ноября прекращается речное сообщение со всеми населенными пунктами, кроме Рождествена. С 24 октября закрываются пристани Зольная, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелихметь, Виновка, Монастырь. Последним закроется водный путь на Ширяево, поляну имени Фрунзе, Проран. В Самаре начались подготовительные работы по строительству улицы Арена-2018, которая будет идти от Волжского шоссе до стадиона. На данный момент рабочие удалили часть лесных насаждений и выровняли площадку под строительство. Улица Арена-2018 будет иметь четырехполосную проезжую часть, разделительную полосу шириной 6 метров и длину в 2,5 километра. Кроме того, там построят два подземных пешеходных перехода. Холодную, но сухую погоду обещают нам областные синоптики в первой половине рабочей недели. Подует северный ветер и с понедельника по среду днем всего 3-8 градусов тепла. Ночами и вовсе начнутся заморозки до минус двух, осадки маловероятные. При этом уже в следующие выходные синоптики обещают местами снег. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовят наши журналисты к эфиру. Почему Михаил Челышев отказался пить за здоровье императора Николая Второго? Неизвестные факты из жизни легендарного самарского главы собрал наш корреспондент. На улице героя появится мемориальная доска. В Самаре вспоминают подвиг летчик-испытателя Игоря Егорова. Мастер-классы по танцевальной двигательной терапии и спектакль от театральной студии «Счастливый случай». В Самарской психбольнице день открытых дверей. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов, на базе Андроид и Айос. Удачи, вам увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok